Первым пациентом по трансплантации почки стала женщина 40 лет. Сейчас ее состояние врачи оценивают положительно. В настоящий момент пациентка проснулась, темп отделяемой мочи у ней удовлетворительный, жалоб у ней нету, давление и остальные витальные функции все в норме. Около трех часов проходили обе операции. Одна операция первая у донора началась чуть пораньше, и следом началась вторая операция, ну, суммарно вот около этого времени. Этому событию предшествовала продолжительная подготовка. Специалисты из Булятья проходили многоэтапное обучение в Центре трансплантологии имени Шумакова в Москве. Также было закуплено все необходимое оборудование для больницы. Я хочу отметить, что сегодняшняя операция – это многолетний труд в течение трех лет большой команды, как организаторов охранения, так и сегодня непосредственно врачей, медицинских сестер. И старт программы был невозможен при поддержке Ашти Самбулача, который лично курировал данную нашу новую технологию. И мы очень благодарны за такое содействие, за большую командную работу. Трансплантация почки позволяет людям вернуться к прежней жизни. Если до этого человеку нужно было раз в два дня ходить на диализ, то после этой операции необходимости в этом не будет. Конечно, это другое качество жизни. В отличие… Есть у этих пациентов, к счастью, альтернатива, очень хорошая – это диализная терапия. Но по качеству жизни, конечно, трансплантация почки при хорошем исходе дает другое качество. И они не привязаны к больничной койке, к диализному аппарату и более свободно себя чувствуют. Пересадка почки – это старт в области трансплантологии. С дальнейшими планами наши врачи уже делятся. Старт программы трансплантации почки, он, конечно, открывает большие перспективы. И после досконального изучения и внедрения вот этой методики, мы планируем перейти уже в трансплантацию других органов систем. Это в первую очередь печень, а в последующем, конечно, уже замахнуться на сердце. Эдуард Жамсаранов, телекомпания АТВ